Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок! Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Проблема утилизации отходов на дачных участках одна из основных для наших огородников. И сегодня я расскажу, как эту проблему решить и получить ценно-органическое удобрение. Речь пойдет о вермикомпостировании. Компостирование позволяет вернуть в круговорот природы использованы органические вещества. Процесс переработки растительных остатков червями и почными микроорганизмами называется вермикомпостированием. При данном виде компостирования дождевые черви и микроорганизмы выделяют много энергии, а также продукты своей жизнедеятельности, которые ускоряют биохимические процессы. В итоге получается органическое удобрение с низким соотношением углерода к азоту вермикомпост. Вермикомпосты содержат основные макроэлементы – это азот, фосфор и калий, а также множество различных микроэлементов. Это в первую очередь кальций и магний в доступной для растений форме. Также в вермикомпосте содержатся фитогормоны – гормоны роста, отвечающие за рост и развитие растений, а также гуминовые кислоты. От обычного компоста вермикомпост отличается не только содержанием макро- и микроэлементов, однако и содержанием антибактериальных, антигрибковых веществ. Также вермикомпост содержит определенные феромоны, которые отпугивают с огорода вредоносных насекомых. Применение вермикомпоста улучшает структуру почвы, повышает урожайность, влияет на рост и развитие растений. В отличие от обычного компоста, который может быть иногда кислым, вермикомпост практически всегда обладает нейтральной реакцией PH. Его PH составляет около 7, а значит раскисление и внесение каких-либо раскисляющих веществ наподобие доломитовой муки либо извести не понадобится. Вермикомпост либо биогумус, как его еще называют, можно приобрести в садовых центрах, магазинах, либо приготовить самостоятельно. Для приготовления подойдут практически любые растительные остатки. Это ботва с огорода, скошенная трава, сено, солома, а также птичий помет, навоз крупного рогатого скота. При вермикомпостировании не стоит лишь применять ботву, пораженную фитофторой, например, ботву картофеля, либо томатные листья с признаками заболеваний. Все остальные здоровые растительные остатки можно без проблем использовать для приготовления вермикомпоста. Компостную кучу для червей готовят следующим образом. На дно кучи укладывают крупные растительные остатки, так же, как и при обычном виде компостирования. Например, это могут быть ветки после обрезки сада, ботва цветов, щепа древесная, какие-то гнилые доски и так далее. Слой примерно 20 сантиметров. Затем укладывают растительные остатки поменьше. Это, например, может быть трава. В осенний период отличным компонентом для такой кучи будет опавшая листва. Слой 10-15 сантиметров. Затем небольшой слой земли, примерно 2 сантиметра. Итак, слой за слоем, пока компостная куча не заполнится примерно наполовину. Несколько слоев, допустим, хватит 3-4 слоя. Такая куча должна постоять примерно месяца 2, чтобы в ней начались процессы ферментации, чтобы органика немножко подпрела, ферментировалась и только затем можно запускать червей. Примерно на тонну органики понадобится 1 или 1,5 кг дождевых червей, чтобы они успешно могли переработать всю вот эту органику. Чтобы черви не разбегались по участку в поисках пропитания либо новых территорий, компостную кучу лучше загородить, а на дно кучи перед закладкой органических материалов постелить сетку от кротов. Иначе кроты могут залезть в компостную кучу и съесть практически всех червей, которые перерабатывают органику. Чтобы черви не разбегались по участку также и им хватало питания, их нужно постоянно подкармливать. В летний период примерно раз в 2-3 недели подкладывать новый слой органических остатков. Например, это может быть ботва с огорода, капустные листья, например, либо вскошенная трава. Слой 10-15 сантиметров обеспечит дождевых червей необходимым питанием. Если на улице стоит жара, то такую кучу необходимо проливать водой, чтобы сохранялась влажность компоста. Иначе черви будут уходить на глубину, либо искать новые укромные уголки в поисках жилища и пропитания. Теперь самый главный вопрос. Где же взять необходимых червей для заселения в эту компостную кучу? Их можно приобрести в специализированных хозяйствах, которые занимаются производством вермикомпоста. А можно изловить, как говорят в дикой природе, самостоятельно. Для того, чтобы поймать червей, на своем участке, например, вдоль забора, можете выкопать небольшую траншейку. В траншейку поместить, например, какие-либо подгнивающие, преющие растительные остатки. Это может быть, опять же, трава. Это могут быть опавшие листья. И отличным также способом является внесение в такие вот траншейки обрезков от картофеля. Вот когда вы чистите кожуру, возьмите кожуру, поместите в эту траншейку. Можете добавить немножко варенья, либо подсыпать сахара для подслащения. И вот этот слащавый запах будет приманивать червей в эту траншейку. Примерно через несколько недель в этой траншейке уже появятся черви. Вы можете аккуратно выкопать их лопатой и поместить, заселить в компостную кучу. Кстати, у кого есть фирмы около деревни, либо дачного поселка, червей можно найти там. Около фирм всегда есть компостные кучи, либо силосные ямы. И около этих ям в навозе, либо в старом силосе очень много червей, которых можно накопать, насобирать и также заселить в эту компостную кучу. И они будут перерабатывать всю органику, которую вы поместите в нее. Обязательно попробуйте приготовить вермикомпост, ведь это ценное и бесплатное органическое удобрение. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!